МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На страже детства сотрудники полиции организовали горячую линию для оказания помощи и поддержки детям. Госавтоинспекция сообщает подробности сразу двух происшествий с участием нетрезвых водителей. Теперь обо всем подробнее. В правительстве Рязанской области сегодня прошло совещание, на котором региональное руководство обсудило вопрос, касающийся передачи торговых рядов на улице Краснорядской собственность социально ориентированному бизнесу. Дело в том, что последние несколько лет, а именно с 2006 года, памятник архитектуры федерального значения стоит без арендаторов. И если раньше за состоянием здания следили именно они, то со временем оно вовсе пришло в запустение. Но согласитесь, центр города, можно сказать, сердце Рязани, а тут такая неприглядная картина. На чем сошлись региональные управленцы, расскажет Глеб Галушкин. Площадь, которая сейчас известна рязанцам как Площадь Ленина, Издревле была главным торговым местом города. На протяжении веков она именовалась Хлебной. Здесь велась бойкая торговля различными товарами. Городские торговые ряды, на площади от которых сейчас остались лишь два корпуса, появились в конце 18 века в 1794 году. Сейчас здание, что на улице Кольцова, продолжают сохранять купеческие традиции. Оно заполнено арендаторами. А вот такое же здание городских торговых рядов, которое находится на Краснорядской улице, находится в весьма запущенном виде. Многочисленные надписи на фасаде, окурки и брошенные бутылки – именно такова картина памятника архитектуры федерального значения. Больше оно похоже на место сборищ молодежных компаний, а порой так и вовсе асоциальных элементов. До недавнего времени корпус торговых рядов находился в федеральной собственности. Но стало известно, что областное правительство сумело договориться с Росимуществом о передаче этого объекта в собственность региона. И вскоре оно будет выставлено на торги, но с обязательным условием сохранения фасада памятника старины. Данный объект включен в план приватизации на текущий год и будет проведен открытый конкурс, где, надеемся, будет определен победитель, который будет должен выполнить ряд обязательных мероприятий для того, чтобы сохранить данный объект в том виде, в котором нам бы хотелось всем его видеть. И самое важное, что хочу отметить, что на сегодняшний день федеральное законодательство обязывает нас серьезно относиться к охранным обязательствам. И итогом, конечно, здесь будет детальное оформление данного документа между будущим собственником и Министерством культуры. По планам чиновников обл. правительства, в корпусе на Краснорядской должен разместиться информационный туристический центр, который будет координировать группы приехавших в Рязань путешественников и туристов. Помимо этого, планируется выделить около 100 квадратных метров площадей для выставки товаров народных промыслов. Это, подчеркну, центральная часть города. И удобно, конечно, и туристические потоки направлять. Поэтому для нас будет, наверное, приятным дополнением к торговле то, что и сфера общественного питания будет представлена. И самое главное, что мы сможем демонстрировать наши народные промыслы на этой площадке. А у нас, мы с вами знаем, есть что показать. Как бы, да, и Кадамский венис, и Кружево, Михайловский, и Скопинская керамика, и так далее, и так далее. Поэтому вот такие задачи перед нами стоят. Впрочем, ждать полного обновления здания торгового ряда на Краснорядской улице, возможно, придется пару лет. Ведь необходимо потратить время на поиск заинтересованного инвестора, который должен будет провести полную замену коммуникаций и выполнить ремонт внутренних помещений памятника старины. К другим новостям. Рязанские полицейские в рамках всероссийской акции «Полиция на страже детства» организовали детский телефон доверия для оказания помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и консультирования граждан. У аппаратов горячей линии дежурили подготовленные сотрудники полиции, юристы и психологи. За шесть часов на номера детского телефона доверия поступило 42 обращения. В основном звонили рязанцы старше 18 лет. Подростки составили треть всех обращающихся. Обращений, требующих экстренной помощи или выезда на место, не поступало. В основном общение специалистов и полицейских, созвонившими на силу, консультационный характер. Подробнее в сюжете. У МВД России Паризанской области приняла участие в общероссийской социальной акции «Полиция на страже детства», в рамках которой была организована работа «Горячая линия детского телефона доверия». Социальная акция «Полиция на страже детства» проводится МВД России второй год подряд и приурочена к Международному дню детского телефона доверия. Цель акции – оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники полиции и других учреждений системы профилатки, как социальная защита, Министерство образования, от полноучного права ребенка и психологи, сотрудники правовых подразделений, оказывают в ходе телефонных бесед с гражданами и детьми им правовую помощь, консультирование по интересующих проблемным вопросам. У аппарата в «Горячей линии» дежурили специально подготовленные сотрудники полиции, юристы и психологи. За шесть часов на номера детского телефона доверия поступило 42 обращения. В основном звонили рязанцы старше 18 лет, подростки составили треть всех обратившихся. В основном общение специалистов и полицейских со звонившимися носило консультационный характер. Звонков, требующих экстренной помощи или выезда на место, не поступало. Среди подростков парней популярной была тема, связанная с вождением скутеров и мотоциклов. Девушка из Рязани поинтересовалась, будет ли ей грозить строгая ответственность за пребывание вне дома позже 10 часов вечера, если до наступления ее совершеннолетия останется лишь один день. Взрослые чаще всего интересовались, как будет организована охрана общественного порядка в образовательных учреждениях и на пролегающей территории во время экзаменов, праздника «Последний звонок» и в период летних каникул в загородных оздоровительных лагерях. По всем обращениям, поступившим в ходе акции «Полиция на страже детства», специалистами и сотрудниками полиции были даны исчерпывающие разъяснения. Борьба с игорным бизнесом в нашем регионе ведется стражами правопорядка неустанно. На днях полицейские при поддержке бойцов СОБР прикрыли в Рязани очередной подпольный клуб. Сотрудники МВД России в Рязанской области при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли в Рязани деятельность подпольного игорного клуба. Полицейские получили оперативные сведения, что в одном из домов на улице Крупска организован подпольный игорный клуб. Выяснилось, что игорное заведение расположено на первом этаже жилого дома. Вход в игорный зал защищала массивная металлическая дверь, которая открывалась только для проверенных посетителей. Проникнуть в подпольный игорный клуб можно было только по специальному звонку или рекомендации постоянного игрока. Организаторы подпольного бизнеса попытались оградить себя от внимания внешнего мира не только железной дверью, но и установили камеры, но и установили скрытые камеры видеонаблюдения за периметром. В ходе специально подготовленной операции полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли деятельность подпольного клуба и задержали злоумышленников, подозреваемых в организации криминального бизнеса. Чтобы войти в клуб полицейским спецназовцам пришлось применить штурмовую кувалду. СОБРовцы выбили замок на металлической двери и застали врасплох 12 любителей азарта. Многие из игроков были в приподнятом настроении, ведь для разжигания азарта в клубе бесплатно угощали спиртным. Из помещений горного клуба полицейские изъяли 14 горных аппаратов и 6 комплектов компьютерного оборудования, подготовленного для проведения азартных игр и крупную сумму денег. В ближайшее время в отношении злоумышленников будет возбуждено уголовное дело. В выходные дни региональной госавтоинспекцией в Рязанской области проводилось очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В результате сотрудниками ГИБДД был выявлен 41 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Двое таких лихачей успели попасть в дорожные передряги. Подробнее в следующем материале. Рязанские госавтоинспекторы сообщают о двух сотнях дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в эти выходные. Пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделяют пьяным нарушителям безопасности дорожного движения. Так в субботу в Дашково-Песочне женщина не рассчитала дистанцию и въехала в «Мерседес». Прибывши на место дорожно-транспортного происшествия инспектора ДПС установили, что водитель автомобиля «Лада» сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При ее освидетельствии прибор показал 1,306 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Страдают от пьянки и мотоциклисты. Вы управляли транспортным мотоциклом, с которым вы не справитесь рулевым управленцем, решили опрокидывать? Да, 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 решили. Спиртные напитки употребляли? Употребляли. Что употребляли? Пиво. Сотрудники ДПС установили, что водитель мотоцикла сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При его освидетельствии на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0,588 мг на литр выдыхаемого воздуха. В результате дорожного транспроисшествия водитель мотоцикла был доставлен в ЦРБ города Шацка. Всего в эти выходные дорожные полицейские задержали более 40 нетрезвых водителей. Теперь им грозят крупные денежные штрафы – до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет. Немного отвлечемся от повседневных новостных сюжетов. Нередко случается так, что юные умы под давлением родных или иного окружения поперек своим предпочтениям и даже желаниям получают образование по профессии, которой, как говорится, душа не лежит. Следующий материал, который подготовила Алена Куколева, заставит задуматься тех, кто отказался от своей мечты о том, что бросить все и заняться любимым делом никогда не поздно. На вопрос, почему скорая помощь все же едет так долго до пациента, мы уже получили ответ. Причина кроется в нехватке сотрудников. Несколько машин простаивают полностью укомплектованные, но на них нет бригад. Министерство здравоохранения в курсе этой проблемы и занимается вопросом вплотную. В марте месяца текущего года был подготовлен комплексный план устранения причин, которые препятствуют быстрому приезду скорой помощи, где кадрам у вопроса уделяется большое внимание. Первый момент, о котором мы говорим, это привлечение специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием для работы скорой помощи. Сейчас в правительстве Рязанской области рассматривается вопрос, связанный с увеличением финансовой заинтересованности медицинских работников, именно работе на скорой помощи. Получив комментарий в Министерстве здравоохранения, наша съемочная группа отправилась в Рязанский медико-социальный колледж, чтобы пообщаться с выпускниками. Такая специальность, как лечебное дело, существует в колледже более 50 лет. На сегодняшний момент обучаются 300 специалистов, из которых 75 человек уже готовы после выпуска к конкретному трудоустройству. Молодые специалисты говорят, что готовы ко всем трудностям, и работа на скорой помощи – это не просто их профессия, а призвание. В профессии фельдшера мы уже отметили на предыдущей госпрактике, что важно иметь сильный характер, стойким, быть решительным, иметь большую базу знаний, теоретических, практических навыков. Планирую все-таки идти работать на станцию скорой помощи, потому что мне уже как бы с детства хотелось помогать людям, мне нравится эта профессия. Страшно, конечно, играть на себя только ответственность за жизнь людей, но когда приезжаешь на вызов, видишь в глазах пациент надежду, и что они хотят тебе доверить свое самое ценное, здоровье. Марина Полякова уже получила специальность инженера и имеет работу, не связанную с медициной. Но, несмотря на это, мечтой девушки всегда оставалось желание помогать людям. О будущей работе я могу сказать, что это, я считаю, что это очень важно. И не просто с той стороны, как вот говорят про работника скорой помощи, что они встают между человеком и смертью и защищают его от смерти. Дело не только в этом, потому что не на каждого больного, не каждого человека можно спасти. Дело в том, что скорая помощь защищает людей от беспомощности, от страха. Что вы чувствуете, когда приезжает скорая помощь, когда медики заходят в дверь? От этого боль не проходит, но напряжение, страх, вот эта беспомощность, она, конечно, отступает. И вы знаете, что вам помогут, что вот эти люди здесь. И вот ради защиты людей от опасности, от страха и ради того, чтобы давать им надежду, вот это действительно важно. В этом году девушка заканчивает медицинский колледж и приступает к работе на центральной станции скорой помощи. Так что и с техническим образованием можно людей лечить. Главное, чтобы желание было и руки. На этой позитивной ноте мы завершаем наш информационный выпуск. Далее в эфире программа подробностей, гостем которой стал Михаил Малахов, ученый-эколог, путешественник, государственный и общественный деятель. Речь пойдет о фестивале воздушных шаров «Небо России», который на Рязанской земле прошел уже в 25-й раз. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания